Валентина Михайловна? Ну и конечно передам привет Валентине Михайловне. Здоровье, счастье, самое главное здоровье. А счастье близким, а тебе тогда еще будет лучше, когда твои близкие будут жить счастливо, удачливо. Ну и и. А ей здоровье, здоровье, здоровье. Стоит ли удивляться, как многие преклонялись перед этой мудрой женщиной? В натуре Валентины Михайловны всегда лежала ответственность, серьезность, добросовестность. Лапина свободно пользовалась различными методами обучения и воспитания, подыскивая свои ключики к пробуждению любознательности. Ее личная библиотека и сегодня служит всем. Всего два года мне и моим одноклассникам довелось проучиться у Лапиной, но сколько же дали эти годы для формирования наших наклонностей, интересов, характеров для выбора пути в жизни? Ну вот, и родная школа, которой отдано 25 лет работы. Все здесь близко, все здесь знакомо. И когда я прихожу сюда, то всегда испытываю чувство волнения, радости и гордости, что я работала в школе, которую руководил Владимир Васильевич Бухов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогая. Проходите, проходите. Мы вашу марку держим и продолжаем. Мы никогда не были на четвертом месяце. Десятилетие, десятилетие. И я горжусь, горжусь, что вы продолжаете. Мы держим ваш уровень. Так и должно быть. Мы понимаем, что где-то снизится чуть-чуть, но тем не менее. Ну, мы с вами имели счастье работать вместе. Вы, конечно, знаете тех преподавателей, с которыми работали. Кафедра русского языка, кафедра математики и все учителя были на высоте. На высоте. И очень мне приятно слышать об успехах третьей школы. Очень приятно. Потому что 25 лет отдано, 18 заучим. Что такое учебные процессы, как и чего. Мне это близко, понятно. И я очень счастлива. Счастлива. Сколько километров нашагало по длинным коридорам третьей школы, никто не скажет. Зато они, километры, сказались, Ультина Михайловна, болями в ногах. А тут еще недавние операции, как молоды мы были. На такую высоту. Да, на такую высоту. Ну что ж, вот решила пережить все то, что связано с этой дорогой школой. Спасибо, Влада Михайлович. Вот человечек, которого я сверху уважаю. В 25 кабинет Валентина Михайловна входит с особым волнением и трепетом. 25 лет каждый день. Она по несколько часов неустанно вела здесь уроки. Сейчас ее дело продолжают ее ученики. И здравствуйте, Елена Ивановна. Наша ученица дорогая. Я вашу учительницу знаю с такого времени. Ну, дети, садитесь, я вам представлюсь. И всегда я гордилась. Валентина Михайловна Лагина. Вот, она у нас работала в школе, сейчас скажете. Короче, я сейчас работаю Валентиной Михайловной Лагиной. Потому что я занимаюсь сейчас на самом месте, которое когда-то она занимала. Она была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Это был человек, вот, очень добрый, очень веселый, но трепетала вся школа, потому что идет лапина по коридору. Это было. И вы теперь понимаете, у кого мы тут набрались. У Ольтина Михайловна, Увера Григорьевна в этой суровости. Вот в этом кабинете Ольтина Михайловна работала. Много-много лет. Много лет. Я очень рада, Елена Ивановна, что вы его преобразили. Очень красивый, уютный. Мы жили скромнее, ребята, потому что время такое было. Время такое было. Хотя мы всегда стремились, чтобы было чистенько, уютно. У нас много очень было гостей. Приходили, приезжали к нам. И мы гордились, что мы были очень хорошей школой. И горжусь, что третья школа – самая лучшая школа в районе. Давайте, правда, в том числе самое лучшее. Куда бы ни заходила лапина, ее встречали с уважением и почетом. Будь то спортзал. Здесь она вспоминает Николая Ивановича Власова. И то, что форма спортивная в третьей школе была, красные трусы, белые майки. Да, подтверждаю, были. Так решил Власов, который в этом зале и властвовал. В кабинете биологии она с определенным удивлением слушала рассказ директора школы об интерактивных досках, мультимедийных установках, о электронном компьютере, который скоро здесь появится. Вера, Таня и Таня. Вот я их все учила. Кстати, все стали связаны с русским языком и тиратом. Спасибо. Спасибо вам. Знаем русский язык и тиратур. До сих пор пишем сочинения, даже премянник. Спасибо. Вот, здравствуйте. Вот ведь те же лица. А Вера Григорьевна нет, да? В Вере Григорьевне сегодня методический день. Ну, что ж, знаете что? В Вере Григорьевне как вот... Так, ну, я, во-первых, Веру Григорьевну знаю с тех пор, как она пришла в эту школу. Это... Это образец влюбленности в свой предмет. Химия – это для всех учеников, начиная с 7-8 классов и так далее, было святое дело. Что-то, может быть, не очень, но химию – нет. Как исписано, всегда тут куча приборов. Я всегда присутствую у нее. Почему-то Владимир Васильевич меня посылал к председателям комиссии. И я всегда, вот, вы знаете, видел ее лицо, правда, несколько, может быть, хуруе, так сказать, строгое, но все равно просветленное, что дети отвечали – хорошо. И это нас всегда радовало, и мы всегда благодарны были, и до сих пор дети ее боготворят. Как учителя химии с большой буквы. С Нариванной меня свела судьба... Нариванной – Гайворонская. Гайворонская. Она долгое время работала зав. метод-кабинетом. Ну, а я была 25 лет руководителем секции учителя русского языка. Поэтому мы с ней, с ней были, так сказать, связаны и очень связаны по работе. Ну, а потом эта, собственно, такая дружба по работе переросла настолько, настолько в такие теплые, дружеские. Дружеские. Я бы даже не знаю, даже выше этого слова отношения. Она человек не обокровенно одаренный. Она чувствует очень текст изумительно. И мы с ней иногда 5-6 раз перезвонимся. Валентина Михайловна, а как тут ты больше в русском языке? Она пишет стихи, она пишет сочинения отличные. Я всегда с ней советуюсь. В общем, это друг не обокровенный. Гайбаронский Владимир Васильевич, Владимир Иванович, тоже мы всегда с ним общаемся и очень друг друга понимаем. Ну, и, разумеется, не могу не назвать Нину Николаевну Латышеву. Мы никогда с ней, сколько работали вместе, никогда не поссорились, ничего. Всегда друг друга понимали, понимали и нас уважали, наверное, за то, что мы никогда не позволили никого обидеть, никого оскорбить, никого унизить. Я очень благодарна Валентине Ивановне Кособоковой, очень благодарна. Когда я пришла в третью школу, мне надо было уже вести, был 9 класс, как старший класс, а у меня опыта не было. Так я целый год к ней ходила на уроки, училась, смогу ли я так, смогу ли я так, смогу ли я так. Вот. И до сих пор мы с ней в очень близких, тесных отношениях. Учитель? Да, Валентин Ивановне Кособоково, заслуженный учительницей школы. Будете продолжать? Ну, я благодарна Ивану Григорьевичу Ляткину. Ляткину. Ага. Он как-то так вот, мы с ним когда работали в паре, в паре, ну, потом пришла Людмила Ильинична. Я благодарна Людмиле Ильиничне, ее теперь нет. Горобченко, Горобченко. Она как зауч, вот, я когда стала заучем, я многие моменты из ее, так скажем, методов и так далее, я многому у нее научилась. Вот так перенимая. А вот так Людмила Ильинична делала, вот так Людмила Ильинична делала. Ну, и знаете, я не знаю, можно и Веру Григорьевну можно назвать, и очень многих, многих. Я Валентина Матвеевна очень благодарна, в каком плане, благодаря, она много-много-много... Получат фамилии, Вера Григорьевна Резина, Валентина Матвеевна Валансевич. Она долгое время была у нас профсоюзным богом, так скажем. И вот тоже благодаря ее такту, вот, такой интуиции врожденной, и вот это вот сочетание, допустим, Владимира Васильевича, она и мы, вот как-то, у нас не было конфликтов, что кто-то на кого-то пожаловался, что-то, такого никогда не было. Владимир Васильевич, еще чем меня, вот я до сих пор всегда его вспоминаю, насколько он всегда относился тепло, уважительно и с пониманием к нуждам учителей. Вот если что-то какая-то беда, вот Владимир Васильевич. Поэтому, вот, я не могу назвать вот с кем-то. Я очень благодарна Татьяне Матвеевне Гудзевой, с которым мы были классным руководителем вот в последней моей работе моей в 8-летней школе, в 11-летней, во второй. Пять лет мы с ней жили и работали, прям буквально понимая друг друга и так далее. Я и Латышеву, добрым словом, вспоминаю. Я была у нее на уроках. Несмотря на то, что она математика и литератор, я всегда восхищалась, потому что это были удивительные уроки. Ну, а Валентина Михайловна, это особый случай. Вот, человек, она светлый, искренний, готовый помочь, готовый посоветовать, вселить уверенность. Ее жизнелюбие, это источник, вернее, ее оптимизм, это источник жизнелюбия. Она щедро делится и делилась всегда со своими друзьями. Но главное в ней талант учителя. Учителя, как говорят, от Бога, учителя с большой буквы. Вот вы понимаете, она класс представляла как единый организм, который должен бесперебойно работать. И этот организм, она, этим организмом она управляла как умелый дирижер. Дирижер, в котором она осязала всех и каждого в отдельности. Каждое слово она подавала, как на ладони. Открыто и бережно. И дети впитывали эти слова и слушали. Вот, например, Гоголевская степь. Казалось бы, это очень трудный урок. А класс сразу наполнялся и красками, и звуками, и птичьими криками. И они вот были в этой степи вместе со своим учителем. А на следующий лез рук и готовые ответы. И так всю жизнь и каждый урок был у Валентины Михайловны. Потому что она шла уже с готовым багажом не просто отдать его, а заставить понять, воспринять и потом отдать ей результат. Валя Соколова. Почему мне сказать Соколова? Откуда? Вы из чьих? Я просто девичью память. Сейчас скажу. Мама моя и папа. Они орловских тех. На первом слое Соколова. Да, Соколова. А мама моя Голикова, папа Соколов. Они в селе Голиково жили. А потом уже они... Я не знаю, как, как-то вот так не пришлось, потому что папа сам с нами не стал ко мне, когда мне было 11 лет. Я не расспрашиваю, почему, когда они переехали в Волгоградскую область, в Тарас-Салинградскую область. А так они вот оттуда, из Орговской области. Вот оттуда фамилия. Что вспоминается с детства? С детства вспоминается, Миша, работа. Работа. Ну почему работа, наверное, понятно. Когда началась война, мне было 10 лет. 10 лет. Вот. Надо было... Папа через год не стал с нами. А надо было жить, выживать, учиться. Причем многие, когда я перешла в 4 класс, многие не учились. Потому что учились мы на дому. Школа наша была занята под госпиталью. Вот. А я ходила все равно учиться. Вот. И работали. Была работа дома. Очень много было работы по дому. Это мы выращивали... У нас было трое детей. Брат и мальчик потом у нас умер. Осталось двое. Но сестра старше. Моложе меня на 4,5 года. Мама неграмотно нигде не работала. Она зарабатывала деньги вязанием кружев. А вот там, кстати, елецкие кружевницы. Она была прекрасной кружевницей. И вязала платки. Мы держали коз пуховых. А домашние дела. Она так мне сказала. Учеба – это твой долг. А ты еще должна это. Поэтому я... Конечно, я помню школу. Помню. У нас были очень хорошие вечера. Все это я помню. Но работать приходилось много, чтобы быть, не отставать от других. Я даже могу сказать, в 10-м классе как-то у нас было в 9-м 20 человек, 10 мальчиков и 10 девочек. И вот все учились хорошо. Я не знаю. Может быть, школа Коля Образцова, может, как-то отбирали. Я не знаю.